Знаете, я сегодня читала, не знаю, может быть вы не согласитесь с этим, потому что, ну правда, мы с вами оба не военные эксперты, но я читала сегодня у ряда военных экспертов, что вполне возможно, что в связи с украинским наступлением война может перейти в еще более острую фазу, чем она была до сих пор, потому что в России в некоторых областях объявлена всеобщая практическая мобилизация, всем сказано прийти в военкоматы и так далее. Как вы думаете, ну потому что у Путина тут сванг, да, ему никуда отступать, у него просто нет больше карт в рукаве, которые он мог бы вынимать. Ну безусловно, мы видим определенную эскалацию, я бы сказал о том, что, например, конечно, последний месяц бомбежки Украины, которые практически происходят каждую ночь, очевидно, что фронт, на котором ведутся активные боевые действия, расширился. Если по состоянию там на месяц, два-три назад таким фронтом была территория вокруг Бахмута, Авдеевка, Маринка, ну скажем, Донецкое больше направление, Кременная, Сватова, ну в общем, Лиман, тоже широкий очень фронт. Сейчас он стал еще шире, потому что активные боевые действия ведутся на южном направлении, Таврийском, Бердянском, Мариупольском, как их называют, украинский генштаб. Поэтому еще активнее. Очевидно, что Украина перешла в наступление, очевидно, что это в очень ранней стадии наступления, некоторые называют разведкой боем, поиск слабостей в России, возможно, какие-то отвлекающие удары, но градус растет. Но лето, надо понимать, что в принципе это было ожидаемо, лето, оно способствует, сухо, земля высохла, есть возможность двигаться вперед, пытаться. И я думаю, что мы будем наблюдать такие активные боевые действия, вплоть до глубокой осенней распутицы.